Так совпало, что идет своеобразное возрождение нагайского движения, нагайского народа, и это совпало, их возрождение, их активизация, их деятельность, их общественников с нашими проектами по изучению родов, родовых групп башкир. Я лично много экспедиций совершал, практически все башкирские населенные пункты исторического Башкорстана объездил и стоптал, где-то съемки проводили, где-то записывали у местных краеведов, у местных жителей предания. И вот как-то заметил, что очень большой пласт, нагайский пласт истории башкирского народа. И, конечно же, вот этот пласт, вот эта история, богатая взаимоотношения башкир и нагайцев, башкирских родов с нагайскими родами, с нагайской ордой, оно, конечно же, нашло отражение во многих наших работах, в том числе и многотомные истории башкирских родов. И мы отразили это и при написании истории родов. Особенно много нагайского компонента есть среди южных башкир, мингов. Вот я отношусь к племени, к родовой группе минг, и у нас очень большой нагайский пласт. Есть отдельная ара, связанная с нагайцами Налай-Арага. Очень большой нагайский компонент есть среди юрматынцев и других южных, юго-восточных родовых групп башкир. Но есть еще, более того, когда мы были в Оренбургской области, в долине реки Сакмара, изучали, там есть родовые группы Кирчак и родовая группа Усерган башкир, и вот там есть определенные вкрапления нагайцев. Есть предания, есть рассказы местных жителей башкир, что вот на той стороне Сакмары, по левобережью Сакмары, Ногайдар Тролар, Ногайдар. Нам было это интересно. Мы, я, мои коллеги, мы заезжали в эти села, но в то время те люди, которые нам попадались, они говорили, ну, на наш взгляд, по-татарски, и они себя считали, идентифицировали как татары. Но мы подняли документы. Почему? Какое-то противоречие есть. Наши башкиры говорят, что там на той стороне Сакмары живут нагайцы, а местные жители не признаются, что они нагайцы. Нам было это интересно, и мы, конечно же, посмотрели документы, что говорят документы на это противоречие. Открыли метрики, метрические записи Духовного Магабетанского собрания, открыли ревизские сказки, многие-многие документы подняли, и такая история немножко начала проясняться. Ну, сразу скажу, что не только там, не то, что мы там были первооткрывателем, ни в коем случае, потом по ходу работы мы выяснили, что там был астраханский профессор, историк Викторин, Виктор Викторин изучал эту группу нагайского народа, и очень интересные факты обнаружились. То есть целый ряд населенных пунктов на Сакмаре, это в первую очередь в Саракташском районе, и одна деревня, одна-две деревни в Кувандыгском районе, имеют отношение к нагайскому народу. То есть эти деревни, села, крупные села, станицы были основаны когда-то нагайцами. Это Воздвиженка, ранее Воздвиженский редут, Никитинка, Никитинский редут, или Воздвиженская станица, Никитинский редут, село Желтое, Шешма, Юлгутлина, и потом их невыселки Чулпан. Вот как минимум шесть крупных населенных пунктов имеют отношение к нагайскому народу. Вот. И что говорят документы? Конечно, вот Воздвиженки и в Никитинке сейчас там нагайцев практически нет. Они были определенный исторический период, они были вынуждены отселиться. Допустим, село Шешма, там была определенная колониальная политика, политика властей, потом жители некоторых сел, особенно Кундрау, Кондуровка, они участвовали в Пугачевском восстании на стороне Пугачева, поэтому, когда каратели зачищали эту территорию, многие погибли. Нагайцы, часть, смогли уйти на другую сторону Сакмары и основали новое поселение. Вот. Интересная эта история. Как мы посмотрели по документам, это Кондуровка, вот одно село Кондуровка, оно имеет прямое отношение уже и по названию видно к кундровским нагайцам, Кондрау, это родовая группа, а в других населенных пунктах в основном проживают, как мы поняли из документов, это салтанаульцкие нагайцы, это тоже этно-территориальная или это все-таки больше этническая группа, это родовая группа нагайского народа. Специфика какая. Вот я уже говорил, там очень запутанная история, то есть там происходили вот смешения, потом в эти поселения подселялись русские, мордовские, татары, типтяри, и, конечно, и башкиры тоже туда подселялись, поскольку они попали в 19 веке, в первую половину 19 века в казацкое сословие. Вот. И это происходило определенное смешение. И вот что мне вот интересно, ну, как бы такой факт мне вот заинтересовал, деревня есть такая, Юлгутлина, на границе Сарактарского и Куандыгского района. Она относительно поздного происхождения, половина жителей башкиры, из башкирского рода усергань, а другая половина нагайцы. То есть и даже в Куандыгской энциклопедии так и прямо написано, что современные татары деревни Юлгутлина имеют нагайское происхождение, прямо попал в Куандыгскую энциклопедию. И действительно, по всем материалам ревистских сказок, по всем метрическим записям, там проживали башкиры и нагайцы. Прямо так и писали их прадеды, что нагайцы, то есть из нагайцев. А кто из башкира? Они писали из башкир. И произошла такая метапорфоза. Уже первые советские переписи в той же Юлгутлина население записали как татары. С чем это связано? Это связано с переводом, наверное, на татарский язык обучения, возможно. Ну вот, возобладал, скажем так, восторжествовал татарский проект, и вот в этих селах все нагайцы практически стали идентифицировать себя с татарским народом. И это не только Юлгутлина, но и другим населенным пунктом. Более-менее моноэтничное, скажем так, и нагайцев много. Это, наверное, село, поселок Шешма. Даже название, если бы это было татарское село, оно было бы звучало как Чешма. Через Ч писалось бы. И многие исследователи тоже внимание обратили, что имеет в корне это название. Это село Шешма, как с нагайского Шешма. По аналогии с башкирским. У нас тоже все-таки диалекты говорят, что это Шешма. Это и по-башкирски тоже как Шешма. И в этом плане у нас сближает язык с нагайцами. Что бы хотелось бы сказать. Ну, идет пробуждение. И тоже интерес у местных жителей. Главы поселений тоже интересуются своей историей. И в этом плане, конечно же, ученые Башкорстана готовы помочь, оказать им помощь. Мы готовы передать все материалы, все ревистские сказки, все метрики, которые у нас есть по этому региону для наших сородичей. Есть ревистские сказки. По этому поводу мы выпустили даже отдельно в рамках проекта «История Башкирского родов». В рамках тома Кевчак, часть 2, мы посвятили его отдельный параграф уже нагайцам Оренбургской области. Вот где вот истории этих деревень мы подробно расписали. Дали все материалы по ревистским сказкам, дали материалы первой советской переписи населения, чтобы люди могли свою родословность составить. Наша святая обязанность ученых Башкорстана, мы считаем, это доведение до населения материалов, архивных материалов, ревистских сказок, метрических записей Духовного Магалитанского Собрания. То есть метрик, то, что раньше органы ЗАГС выполняли, это акты гражданского состояния о смерти, о браке, о рождении. Вот эти все материалы, они должны быть у людей. Мы сделали все возможное от себя для того, чтобы наши сородичи, наши нагайские братья получили эту информацию. И идет встречное движение. На нас выходили и жители Саракташского района, из этих нагайских сел с просьбой помочь им восстановить свои родословные, помочь историю деревни реконструировать. Все материалы, в принципе, которые у нас есть, мы готовы им предоставить. И наше качественное отличие, наших ученых башкорстанских, то, что мы готовы предоставить безвозмездное, это раз. И второе, мы ни в коем случае не пытаемся перетянуть одеяло на себя, сказать, что вы башкиры же, по ревистским сказкам, допустим, 1834 года, 8-я ревизия, вы были в сословии башкир. Мы это признаем. Да, для царской администрации это была такая квалификация, но вы по происхождению нагайцы были и остаетесь нагайцами. Мы верим в то, что и мы считаем правильным, что если ты по происхождению нагаяц, если твои предки записывали себя нагайцами, в метрике твой прадед записал «Я нагай», «Нагай твои фасанан», то ты тоже нагаяц. И ты должен гордиться этим. Если ты мещарин, то и твои предки были мещарями, то ты тоже должен записывать себя мещариным. Это обязанность, и мы не должны предавать своих предков. Это наше твердое убеждение. Спасибо. Спасибо.